Ну, по поводу Эхо Москвы есть кое-что, у меня есть вопросы. Ничего у вас нет. Вопросы есть, ничего у вас нет. Нет, а ты ответишь, как ты хочешь. Я всегда отвечу. У нас есть акционер, зовут его Владимир Путин, к нему, пожалуйста. Вот именно. И по поводу акционера тоже поговорим. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наши политические, ну, я хотел сказать, вечера. Сейчас еще не вечер. Я надеюсь, что этот не вечер еще перестанет быть томным во время нашего разговора. У нас уже это пятая встреча, и я сейчас, я Александр Мельман, обозреватель газеты «Московский комсомолец», представляю своего и нашего гостя, это главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Добрый вечер. День. Если вы, уважаемые господа, являетесь слушателями Эхо, то, наверное, знаете, что на этой неделе у Алексея была такая очень серьезная вахта. Он практически работал с Тахановым, он не уходил из эфира практически каждый день, заменял своих коллег. И если вы скажете, что Венедиктова очень много, то я скажу, что у Венедиктова много не бывает. И, в общем, хорошего человека должно быть много. А в моем представлении Алексей именно такой и есть. Я хочу поэтому сказать несколько слов о своем госте, такой небольшой, небольшую зарисовку. Мне кажется, что когда будут там через много лет писать о нашем времени, то есть вот начало 21 века, то очень, я думаю, большой абзац в энциклопедии будет о господине Венедиктове, потому что то, сколько он сделал вот за это непростое время, последние 20 лет для того, чтобы у нас сохранялась свобода слова, это, вы знаете, что называется, не передать словами. Это мой взгляд на то, что он делает. И это очень важно. И он один из тех в нашей стране, который понимает, что такое свобода слова. Один из немногих. И вот то, как он это понимает, это и есть политика радиостанции «Эхо Москвы». Это с одной стороны. С другой стороны, то, что называется гражданское общество, в России его практически никогда не было. Так вот, Алексей также очень много сделал для того, чтобы это гражданское общество все-таки так или иначе хоть в какой-то степени присутствовало, потому что он является очень важным таким человеком, наблюдателем на выборах и делает это все открыто и очень честно. И это, мне кажется, тоже важно. Вообще, я вас всех призываю держаться поближе к Алексею Венедикту. Это, так сказать, зря-зря для вас не будет. Ну, я имею в виду слушать, конечно, «Эхо Москвы», что касается вас. Потому что, когда даже такие люди, разные совершенно люди, как Михаил Веллер, например, или Леся Рябцева, уходят с «Эхо», мы как-то о них начинаем забывать. И они очень много теряют, уйдя с «Эхо». А «Эхо», по-моему, мало что теряет. И Венедиктов является в этом смысле очень самодостаточным человеком. И еще я хочу сказать по поводу репутации. То, что для Алексея очень важно, как мне кажется. Вот мой главный редактор – это Павел Кусев, я его очень уважаю. Он гарант моей свободы слова, хотя за свободу слова надо еще бороться и еще как. Но еще более высокий уровень свободы слова на «Эхо» Москвы. Поэтому, если у меня что-то не проходит в «Эхо», я даю это на «Эхо», но я не про это. В 2012 году Павлу Кусеву поступило предложение из администрации президента, от которого он не смог отказаться. То есть быть доверенным лицом Владимира Путина на выборах. Он не отказался и это никак не повлияло на его репутацию. Все так и думали, ну нормально, Павел Кусев является доверенным лицом Владимира Путина. Ничего здесь противоречивого нет. Ровно такое же предложение поступило и Алексею Венедиктову тогда же. Да, Алексей? Я прав? И я хочу вам сказать, что если бы Алексей согласился быть доверенным лицом, то его не просто бы здесь уже не было. Наверное, его просто бы не было уже в медиа, в журналистике. Просто он бы потерял и себя, и свою репутацию. Он это отлично понимает, потому что планка его репутации очень высока. Естественно, что он не согласился на это, и поэтому он сидит вот сейчас здесь, что замечательно. Вот. Ну, а теперь, Алексей, я хотел бы… У меня было такое ощущение, что это будет на моем надгробном камне. Видимо, камень придется ставить очень большой. Ну, знаете, должен же кто-то был это сказать. Спасибо. Мне кажется, что надо было это проговорить. Теперь я бы хотел с вами немножко поговорить про Эхо Москвы. Замечательную радиостанцию, то есть это еще площадка для разных мнений, и это для Алексея принципиально. И это заставляет просто, слушая Эхо, думать нас всех. Думать – это же замечательно. Думать и делать свои выводы. Ну, вот что интересно, если мы перейдем, как вы сказали, Алексей, сейчас в гримерке, к вашему главному акционеру, а ваш главный акционер – это… Путин Владимир Владимирович. Путин Владимирович. Отлично. Вот о нем несколько слов. Хотя, вы знаете, я бы хотел для начала вас попросить, вот вы могли бы сказать так коротко, Эхо Москвы – это что? – Ну, я думаю, что на самом деле, во-первых, добрый день еще раз. Я думаю, что у каждого свое Эхо Москвы или свое Эхо Москвы. Не хочу навязывать свое. Для меня это место работы и место самовыражения. Инструмент манипуляции, естественно, в моих интересах. – Манипуляции кем? – Слушателями, в первую очередь. – Вы признаетесь, да? – Конечно, признаю. Я это организую, признаю. А для слушателей, для кого-то Эхо Москвы – это программа «Говорим по-русски». Вообще, они включают только эту программу, их не интересует политика и так далее. Для кого-то детская площадка. Я просто знаю таких людей, которые говорят, у тебя там детская площадка, все остальное – это неважно. Для третьих – это институция, некая институция, планка, где возможны различные дискуссии, различные мнения, в том числе и экстремальные, и радикальные. То есть, у каждого свое Эхо Москвы, я с этим смирился. Когда-то хотелось все подстроить под свое понимание, потом я понял – это бессмысленно и бесполезно. Есть слушатель, вот он включает в какое-то время, кого-то он слушает. Есть люди, которые слушают только Бычкову, в любой ипостаси. Вот Бычкова, и они все бросают и слушают. Кто-то слушает только Бунтмана, его голос, неважно, что он ведет – спортивную, политическую, культурную передачу. То есть, на самом деле, Эхо Москвы – это будет сейчас неприятное для вас – это такой гастроном, в котором есть все. Кто-то приходит туда за кастрюльками, а кто-то приходит туда за травой. Вот это удивительно для меня было, когда я к этому лет через пять после того, как стал главным редактором, в 2003 году. Пришел, я понял, что стараться всех вбить – эхо такое, я хочу, чтобы… Это абсолютно бессмысленно, да и безнадежное дело, да и бог с ним. И пусть у каждого будет восприятие. Поэтому, когда говорят «Эхо Москвы» – это мое место работы. Там уже, сколько там, уже с 90-го года, соответственно, уже почти 30 или 29 лет будет, и где я главный редактор – 21 год. Реальное место работы. Оттуда большинство моих друзей, потому что за 30 лет ты обзаводишься друзьями. Есть еще немного до эховского периода, но их мало. Отсюда большинство моего представления о мире, потому что, когда ты встречаешься с людьми, особенно на пенсии, которые раньше принимали судьбоносные решения, ты напитываешься знаниями, и тебе становится интересно. Ну, часть жизни для меня – кусок жизни. А для кого-то это просто прогноз погоды. Я так думаю. Включают эхо, услышал прогноз погоды – выключил эхо. Все. И такие люди есть. Поэтому это совсем разнообразный гастроном. Некоторые заходят погреться. Ничего не покупать. Просто погреться. Некоторые назначают там свиданки. А некоторые покупают одно, другое – третье. Я вам могу сказать, что было такое смешное исследование. Это уже цифры. Что-то постоянная аудитория. То есть те, кто кажд 7 дней в неделю слушает. По Москве была аудитория. Это 150 тысяч человек всего. А вообще в среднем ежедневное – это 900. Вот пришел рейтинг вчера за март. Вот это 940 тысяч. То есть 800 тысяч заходят только за своим. А 150 тысяч просто слушают эхо, ну, как, я не знаю, как член семьи. Вот вам и соотношение. Да? Собственно, один к пяти. Вот. Да, окей. Кстати, насчет погоды. Помните, как Фазиль Искандер говорил, как он удивлялся, когда он приехал в Москву, как москвичи относятся к прогнозу погоды. Тут же замолкают, затихают. О, прогноз погоды. Я думаю, конечно, такие слушатели тоже есть и у эхо. Ну, мне лично понравилось определение Сергея Доренко, которого вы недавно назвали журналистом. Я удивился, отдавая должное его, безусловно, таланту и креативности. Насчет журналистики у меня есть вопросы, но это мы с Сергеем Доренко поговорим отдельно. Да, Алексей? Это ваш взгляд на человека и замечательно. Так вот, лет 15 назад, я помню, на вашем же радио, когда он еще там работал, он сказал, ну вот у нас, да, есть такой попугай, вот он сидит в клетке под покрывалом, приходят иностранцы, зовут иностранцев, открывают покрывало и попугай кричит. Дальше я делаю такой многоточный большой пропуск везде с новейшим законодательством, называется фамилия известного вам человека, акционера, эхо Москвы, и в следующее слово дурак. И законодательство говорит, о, отлично, а потом клетка закрывается этим покрывалом, вот да, у нас есть и такие. Вот примерно, что такое эхо Москвы. Кстати, вот по поводу Алексея новейшего законодательства, по-моему, довольно глупого по поводу оскорбления его величества, как тот же Доренко это обозвал, а на самом деле оскорбление власти. И знаете, еще в начале 80-х Григорий Горин и Эльдар Рязанов в фильме «Обедом гусаре, замылывайте слово», там вот тоже искали человека, у которого попугай кричал «Царь дурак», и наконец нашли Евгения Леонова. Да, то есть это такой был закон в России уже давно, правда, чем потом все это закончилось, мы знаем. Вот как вы объясните, чего боится нынешняя власть, издавая такие глупые законы, заставляя себя уважать, в общем-то, насильно практически. По-моему, это очень неумно. Ну, если говорить серьезно, то я думаю, что все понимают, что нынешняя ситуация, я называю словом транзит. Власть находится в состоянии транзита, и страна находится в состоянии транзита. А транзит – это не только переход власти из рук одного человека в руки другого, это изменение всей ситуации экономической, культурологической, идеологической, политической, турбулентность в стране огромная. И в этот момент, на мой взгляд, та команда, которая власти, они же фанаты контроля. Эта история в том, что они фанаты контроля. И все должно быть контролируемым. Все, что угодно может быть, но все должно быть под контролем. И вот эта турбулентность, которая происходит сейчас, начиная от пенсионной реформы и кончая с событиями в национальных республиках, назовем это так, это, значит, ускользает из-под контроля. И плюс интернет, который вообще непонятно что. Интернет, соцсети, непонятно что. Телеграм, мессенджеры. И поэтому просто власть пытается восстановить контроль над теми зонами, в которых она либо теряет контроль, либо никогда контроля не было. Это вот такое видение идеологическое или психологическое или философское, на мой взгляд. Поэтому все, что происходит, лично меня не удивляет. Но смотрите, что с Телеграмом получилось. Они хотели, что у них вышло в результате. Ну, еще не вечер. Еще не вечер. Самое главное их хотелки в данном случае, что есть поручение. Это называется поручение. Установите контроль. Не получилось таким образом – установите контроль другим образом. Не получилось таким образом – примите этот закон. Не получилось таким образом – давайте явочным порядком что-то сделаем еще раз. На мой взгляд, если серьезно говорить, без смешочков, в центре проблема контроля. Потому что всем понятно, что турбулентность объективная. Она объективная. Она не происходит от желания Путина, Навального, не знаю кого еще, Володина, не важно, Трампа. Это история, когда общество резонирует. Это когда цифровая среда, сети взорвали отношения между людьми, между людьми и государством, между различными комьюнити и так далее. И это все выпало из ситуации, когда можно было это каким-то образом контролировать, включая слово «направлять». И естественно, что все силы, если вы посмотрите все эти рестриктивные решения или законы, которые принимаются или явочным порядком осуществляются, мы говорим, «Боже мой, какое варварство». Это не варварство. Это как крик от бессилия. Это как крик. Мы повышаем голос, когда мы не можем спокойно разговаривать. Они связаны вот с этой боязнью. Если сказали слово «страх», я бы это слово как бы заменил, потому что страх – это штука обычная, нормальная, я бы сказал даже хорошая. Это удивление, это потеря того, что было. Вот был контроль, а теперь он уменьшился. Или возникли зоны, где его нет. И вот методами двадцатого века восстановить контроль над процессами двадцать первого века не удается. Поэтому дополнительные усилия. Давайте еще раз кулаком по столу. Поэтому это, конечно, приводит в уныние, потому что такое восприятие нового мира, криком-окриком, я бы сказал, оно уже неэффективно. То есть оно может дать эффект на коротком плече, но на самом деле оно неэффективно, на мой взгляд. Поэтому я на все это смотрю с точки зрения, вот возникает там зона, я говорю, «О, сейчас там будут принимать реструктивные законы или действия». Так оно и есть. И только можно с унынием признать, что это направление, этот тренд будет развиваться, потому что люди так думают. Они реально так думают, я реально с ними разговариваю. Я их называю «мои собутыльники», но на самом деле, к сожалению, они все борются за здоровый образ жизни, и собутыльников все меньше и меньше. Вечером даже не ужинают морковку на тарелочку. Уже мне тяжело общаться. Мы уже в разных весовых категориях. Все такие, как это называется, со звериной серьезностью, я бы сказал так. Анекдоты не расскажи. Но на самом деле из всего этого все равно ты разговариваешь, ты общаешься на дних рождениях, еще где-то. И ты начинаешь понимать, что они удручены тем, что контроль выскальзывает. Потому что они не понимают, как контролировать отдельные комьюнити, отдельных людей и общество в целом. И это большая проблема, но она проблема для всего мира. Ну вот так приблизительно. Вот они боятся. А все вот эти выплески, довольно забавно, я позавчера замечательным образом говорил неожиданно с норвежским послом, и говорил, слушайте, а у вас есть закон об оскорблении величества? Он так задумался и говорит, да, короля нельзя оскорблять. Потом задумал и сказал, а королеву, по-моему, можно. Он так задумался, не вспомнил. Ну вот так и живем. Да, просто вы сказали по поводу телеграмму, что это средства такие прошлого века, а вот этот окрик, это уже, по-моему, какой-то 19 век. То есть действительно в этом смысле, мне кажется, люди в неадеквате, и чем больше они будут принимать таких законов, тем больше хочется вот ночью написать что-либо такое, что было недавно написано на здании Ярославского МВД. Но здесь просто я хочу сказать, что ну давайте просто дальше о том, что на вашем радио Антон Красовский, которого я уважаю, он сказал, что ему уже надоело жить при Путине, потому что Путин 20 лет правит страной. Я, честно говоря, удивился, потому что, например, моя жизнь, она, в общем-то, не зависит от Владимира Владимировича, я так стараюсь ее выстраивать, чтобы жить как-то отдельно от нашего президента. В политическом смысле, да, все мы политические животные, кто здесь собрались, мы как-то это анализируем, но вот так, чтобы надоело связывать свою жизнь только с одним человеком, я этого не понимаю. А вы, Алексей? Ну, может, Красовский так и живет, но я хочу сказать, что Путин уже наш пятый президент, считая Рудского и Янаева, двух самопровозглашенных. Эхо возникло при Горбачеве, и мы жили до, я надеюсь, что эхо будет жить после, а не вместо. Поэтому, честно говоря, для нас, значит, Владимир Путин как бы распадается на две, для меня на две истории. Одна история – это человек Владимир Путин, а другая история – это политическая система Владимир Путин. Совершенно разный подход. Вот Владимир Владимирович построил ту систему, это лично его, на мой взгляд, это лично его взгляд на то, как должна управляться страна. И главная история заключается в том, что выбирая между, ложно выбирая, не так, выбирая между ложным выбором между конкуренцией и эффективностью, в его понимании, он выбирает эффективность. Всегда. Всегда. Конкуренция мешает эффективности. И это неоднократно разговаривали, и он это, по-моему, публично говорил, а может и не говорил, неважно. По сути, он так себя ведет. Конкуренция в экономике, в политике, в идеологии, в культуре, где хотите, уменьшается, потому что при конкуренции управление становится затруднительным и менее эффективным. Это не мое понимание. Мне кажется, это вообще ложный выбор. Но вот он построил такую систему, и Путин – это система, а не человек в этом смысле. И поэтому в этой системе, если я трактую Красовского, хотя, что мне трактовать Красовского, но если так я правильно понял ваш вопрос, вот в этой системе, когда конкуренция уменьшается, в том числе в тех областях, где каждый из нас по отдельности является, наверное, специалистом, или чем занимается. Вот Антон занимается, значит, созданием системы лечения СПИДа, и он видит, как конкуренция, скажем, в способах лечения уменьшается. Вот государство сказал только так, и никак иначе. Только такое. И никак иначе. Это же вот на этом играет. И для него Путин в этом, если я правильно понимаю, что вы сказали. Поэтому вот система, нынешняя политическая система, она вполне себе не гибкая, она вполне себе ригидная. И это, да, такая костенелая, и там ворочаются, да, люди из 20 века, мы все с 20-го, но хорошо, и с 19-го века, и с 5-го века до нашей эры, если угодно. Они реально там присутствуют, динозавры, да, которые там вынырнули, там, из времен Холодной войны, из времен Советского Союза, из времен, там, брежневские офицеры, как я их называю. Их называют когорта брежневских офицеров. Они вот отвечают таким вот взглядом моим, что такое были брежневские офицеры, да, которые там впереди НАТО, сзади Варшавский договор, но не кровавые, не людоеды. Ну да, вот немножко Афганистан помешал, а так, в общем, они мирные, мирные, но вот видение у них черно-белое было тогда. Это правда, это так, если говорить о системе Путин с маленькой буквы, то, конечно, я понимаю, почему надоел. Что говорить о человеке, то я вообще какой-то стал знатный Путиновед вообще. Потому что, на самом деле, как только никуда не приходишь, там, вот, когда Юрий Дудю давал интервью, там, Путин, Путин, Виндиктова никто не интересен. Давайте про Путина. Я говорю, ну, я что, я вам Песков, что ли? Вот. Ну, не вы один Путиновед. Я про себя, нет. Может быть, их много, да, но спрашивают-то меня. Вы же меня тоже спрашиваете. Я же на ваш вопрос отвечаю, а не про себя любимого, а про Владимира Владимировича. Значит, конечно, Путин 2019 года, это не Путин, там, 2001 года, и тем более не Путин, там, типа, 2009 года. Совсем другой человек. Он очень сильно меняется. Я вам могу сказать, что когда он стал молодым президентом, например, он на переговорах, на переговорах международных переговоров, он только читал по карточкам, ему давали карточки, и он читал. Реально, вот, переговоры шли, не важно, что говорит собеседник, он читал. А сейчас мне люди, которые там с ним выросли, там, от мелких чиновников, там, до замминистров, скажем, говорят, ты знаешь, у него все в голове, он любого обойдет, может быть, может быть, не обойдет китайцев и, скорее всего, иранцев. А всех остальных он просто вот одной левой, на переговорах. Ну, очень растет человек, да, научился. Это их мнение, это не мое мнение. Поэтому, а при этом Путине, чего там, скучно, не скучно, тогда, действительно, это один из, один из слоев моей жизни, один из элементов моего общения и понимания. Так что, если говорить о Красовском, возвращаясь к началу, то система Путин, да, она закостенела, она неконкурентна, внутри она такая. Если говорить о человеке, то это довольно любопытно, куда дальше он будет развиваться, в какие еще высоты или бездны мы заглянем. Ну, знаете, есть такое выражение, по-моему, принадлежащее американскому президенту Вильсону, все, что хорошо для Джейнер Моторс, хорошо для Америки. Если перефразировать и сказать, все, что хорошо для Эхо Москвы, хорошо для России. Вот вы в этом плане хотели бы отдать должное Владимиру Путину, который, придя к власти, подмял под себя телевидение, то есть, таким образом, исключил из конкурентной борьбы телевидение, которое действительно являлось таким мощным средством массовой информации, с точки зрения информации, тоже, он его просто убрал, и Эхо Москвы практически в этом смысле уже не имеет конкурентов. Путин вел цензуру, которая у нас в Конституции запрещена, и на телевидении мы видим, что эта цензура преобладает. То есть, благодаря Владимиру Путину, Эхо Москвы в этом смысле процветает. Вы готовы признать заслуги Владимира Путина перед Эхо Москвы? Ну, конечно, он наш лучший рекламный агент, но чего в этом смысле, я никогда это не скрывал, и с точки зрения красивой фразы, что, мне же ее говорили, ну, что ты жалуешься, ну, посмотри, никому нельзя, тебе можно. Я слышал от самых высоковоставленных людей вокруг Путина, начиная с 2002 года. И с точки зрения красивости, ну, конечно, да, но с точки зрения понимания процесса, отсутствие конкуренции всегда загнивание. Я, например, всегда сторонник конкурировать, если честная конкуренция, конечно, и драться за ваши, за то, чтобы вы слушали, хотел сказать, за ваши голоса, нет, голоса наши. Вот, я всегда сторонник, во-первых, это круто воевать, я вообще сторонник рискового, я сторонник войны, я сторонник того, чтобы опередить на долю секунды, прыгнуть на сантиметр. Информационной войны. Ну, любой, вот. Ну, да, 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 как двигатель прогресса, я имею в виду, естественно, да, как последствия, не как процессы, как последствия. Но, конечно, с точки зрения, вот я вам приведу такой пример, неоднократно приходилось говорить, где-то в середине 90-х, мы, пожалуй, начали очень сильно по IT технологиям, по IT компаниям, по IT программистам, ну, если не догонять Соединенные Штаты Америки, то точно Европу мы начали делать. И по качеству, и по количеству, и по привлеченным средствам, просто есть статистика огромная. И мы шли ноздря в ноздрю с крупнейшими западными странами, и так, объединяясь с ними, так американцы бегали здесь, пытаясь покупать наших программистов. Значит, новая история, вот эта вот, о которой я говорил, 2000, 2005, 2007, 2010, сейчас особенно с 2012 года, привело к тому, что у нас сотнями программисты уезжают, их покупают в Индию в первую очередь, сотнями, если не тысячами, и наши компании проигрывают технологически, проигрывают рынки, да, это следствие, то есть тогда это было, а сейчас это следствие вот этой антиконкурентного понимания, изменения, потому что, кроме конкуренции эффективности, на мой взгляд, у нынешней власти есть еще один такой ложный выбор, это модернизация безопасности, в понимании страны, да, вот что важнее, модернизировать, и тем самым чуть расшатать безопасность, или все время забивать безопасность, не давая возможности, в частности, вот этим информационным технологиям развиваться, и вот всегда, так же, как там выбирается эффективность, так называемая, то тут выбирается безопасность, так называемая, и поэтому мы стали отставать, вот все эти истории с якобы шпионажем, когда этих 75-летних профессоров некоторые дела мы смотрим, естественно, сажают за их контакты, там, не только с китайцами, да, там, с белорусами, с казахами, и так далее, и ты же даже не думаешь о том, что ты родину продаешь, нет, лучше на всякий случай мы посадим, чтобы эти люди не переписывались остальные, это приводит, естественно, к изоляции, что такое наука сейчас, не мне вам рассказывать, да, это обмен информацией, вообще обмен информацией, вот позавчера новый президент Казахстана Такоев, перед приездом в Россию, позапозавчера, перед приездом, да, Такоев, он сказал такой, да, мы переходим на латиницу, сказал он, внимание, мотивация, не потому что это исконный наш алфавит казахский, который у нас лишили там в 30-е годы, он говорит, нет, значит, 90 процентов всей информации научной, на латинице, и если мы хотим двигаться со всем миром, поэтому мы переходим, это может быть ложный подход, я вам говорю о том подходе и видении, которое есть, да, то есть в данном случае они понимают, что обмен информацией в любом случае, это есть движение страны, их страны, зажатые, извините меня, между Китаем и нами, политически зажатые между Китаем и нами, конечно, каким образом, а вот таким образом, в модернизации, вот у нас, мы большая страна, великая страна, и в этом смысле история с выбором все время, с видением таким правящей команды, что безопасность важнее, а потом как-нибудь догоним, на мой взгляд, она ошибочная, то есть, ну понятно, что нужно все время балансировать, но когда выбор всегда в одну сторону, всегда в одну сторону, вот поверь мне, всегда в одну сторону, я сейчас читаю сборник документов, там издается там сороковые годы, когда в ЦК КПСС, в президиум запрашивали, а могут ли наши ученые, при Сталине, еще как раз шла корейская война, поехать там на конгресс физиков, там я не знаю, в Люцерн куда-то, решала внимание политбюро, а потом президиум, политбюро решает, нецелесообразно, без всего там, нецелесообразно, а понятно почему, завербуют сволочи, или эти убегут, и эта история, вот такая она, на самом деле, довольно сильно напоминать стало, что вот нецелесообразно, контакты информационные, нецелесообразно, я думаю в 21 веке, это ошибочное направление, ну собственно, я это говорю и по радио, говорю и на встречах, поэтому я могу вам спокойно понимать, что здесь все пишутся, а могу вам сказать, вот то же самое, может быть другими словами, там я говорю в словах, за которые штрафуют, там людям иначе не пробьешь, они слышат знакомые слова и радуются. Ну вот, кстати, я добавлю из серии, с того, с чего я начал, то есть, портретная немножко характеристика, из такой рубрики, поплачь о нем, пока он живой, люби его таким, какой он есть, это я про вас, Алексей. Про Путина мы еще дальше поговорим, что да, вот такая конъюнктура у Эхо Москвы сложилась, что телевидение подцензурно, но надо ведь воспользоваться уметь этой конъюнктурой, что и делает Алексей Венедиктов, и надо не потерять при этом свои достоинства и свои принципы, что также, мне кажется, присуще нашему гостю. Но, кстати, я спрошу вас попутно, вот когда Путин взял НТВ и потом ОРТ и все остальное, с моей точки зрения, в данном случае уже как телекритика, этому во многом способствовал сам хозяин, владелец НТВ Владимир Гусинский в том смысле, что начинал он НТВ в 93-м году как действительно независимое телевидение, которое было не ангажировано, которое выступило по поводу Первой Чеченской войны, так как оно выступило, это был действительно такой благородный, мне кажется, порыв, то потом постепенно Гусинский понял, глядя, может быть, на Березовского и ОРТ, каким инструментом он владеет, и потом появились уже и это дело писателей, и этот связь инвест, и то, что называлось Добродеевым информационная заточка по поводу того, чтобы не платить долги Газпрому и так далее. То есть мне кажется, что во многом Гусинский сам способствовал тому, чтобы спалить НТВ, а в этом смысле Путин как бы лишь первый ученик. Вы не согласны, Алексей? С каким из ваших тезисов? У вас там их было много, они прямо противоположны. С общим посылом. Нет. Значит, смотрите, история номер один. Но поскольку я был как бы участником переговоров, словно говоря, спасения НТВ и Эхо Москвы тогда в 2000 году, там все было очевидно, там кто бы то ни был, там был вопрос один. Вы меняете вашу редакционную политику. Нам все равно, где вы брали кредиты. Нам все это делал не Путин, а Волошин, мой товарищ ныне. Он говорит мне в глаза, мне все равно, где вы брали кредиты, мы их закроем. Значит, а, никакой критики президента быть не может, ну, будущего президента, потому что все было конец 1999 года, начало 2000, но никакой критики президента. По Чеченской войне вы занимаете только такую, которая шла, только такую позицию. Еще несколько было пунктов, тогда вы сохраняете НТВ. Я все передал, дальше решение владельцев. Я просто хочу сказать, что это было ультиматумом, никаких переговоров не было. И это, кстати, в видении, это вполне отвечает то, что я говорил впереди, в видении уже тогда президента Путина вопрос конкурентности и эффективности. Ну вот, надо эффективно управлять медиапространством тогда. Я вам напомню, что первое, что сделал Владимир Владимирович став президентом, это, ну, так, совсем широко национализация ОРТ и НТВ. Потому что он знал, что именно телевидение сделало его президентом. Ну что мы, неизвестно никому, Владимир Владимирович, да? Тогда было. Он это хорошо понимал. Он понимал, что это инструмент. Он так просто впрямую мне про это и в 2000, нет, в 2000 году мне это говорил, что медиа – это инструмент в руках владельца. Если владелец государства, значит, это государство должно владеть. Если владелец частный, то медиа может, и владелец может его использовать в своих собственных корыстных интересах. Но мы, как государство, вырвем этот инструмент из его рук, если он будет вредить. Что было сделано в 2000 году и по отношению к Гусинскому, и к Березовскому. То есть логика его была понятна, она была открыта. И, собственно говоря, тогда Владимир Александрович на эти условия, которым он носил не только я, а тогда, в общем, кто я, носил, носили люди гораздо более высокопоставленные, носили они это и Игорю Малошенко на непокойному, и ходил, бегал Михаил Лесин, и Волошин, глава администрации, встречался. Потому что от Путина этого я слышал только один раз, вот когда мы там вдвоем с ним сидели, в августе 2000. там ничего сделать было нельзя. Почему эхо уцелело? Потому что в этом же самом разговоре, когда мне все было изложено президентом, сказал Владимир Александрович, вот я такой, вот я в отличие от вас демократичного президента, сказал я ему глядя в глаза, напоминаю, что это август нулевого года, сказал я автократор. Политику на эхо Москвы редакционную определяю только я. Ни Гусинский, ни вы, ни Газпром, только я. Вот все остальное за рамками. Можно там выпивать, не выпивать. Если вас это устраивает, я остаюсь, если не устраивает, я повернулся и пошел. Вот повернулся и пошел. Вот я определяю. Или вы доверяете мне это ради, или вы забираете у меня это ради. Я пошел вон. Я во всяком случае не на помойке себя нашел, найду чем себе заниматься. Посмотрел мне в глаза, я сказал, иди работайте, идите работайте, Алексей. Это август нулевого года. Вот 19 лет тому, 18,5 лет тому назад. Я продолжаю делать ровно так, как я считаю нужно. Но при этом надо понимать главное различие между нами и НТВ в 2000 году. Мы не имели электоральной силы никакой. Да, мы радиовлияние, да, нас слушала вся бюрократия, да, нас слушали все посольства, да, нас слушали все редакции, да, нас слушали все, кого Солженица называла образованщиной. Это правда. И мы радиовлияние. Но электорально, поскольку у нас изначально была позиция, мы не поддерживаем никого на выборах, в отличие от телевидения, вот у нас нет своих кандидатов нигде и никогда. Вот нет, мы можем симпатизировать, у нас нет кандидатов. Мы никогда в этом не участвовали. Для Путина это было принципиально. Он знал, что пока я главный редактор, и знает, пока я главный редактор, у Эха Москвы не будет своего кандидата. Нигде. Вот эта ситуация, с которой я ушел в 2000 году из президентской библиотеки, как сейчас помню. Вот. А в НТВ, телевидении, видимо потом и ОРТ, были предъявлены требования по изменению редакционной политики. Вот конкретной. Ну, я вас уверяю, что если бы тогда, мы, кстати, недавно об этом говорили с Гусинским, я вас уверяю, если бы тогда Гусинский бы согласился, то, зная Гусинского, ровно через два месяца, он бы нарвался на чем-нибудь другом. Вот просто нарвался бы, потому что он был человек тоже, который многие из вас как бы из себя представляли. То же самое. Он сделал сам себя. Как он говорит, я себя не на помойке ношу. Вот просто вот все. И он, собственно говоря, тогда так и сделал. А что, прими ультиматум, получи 300 миллионов долларов. Что нет-то? И были среди нас люди, которых уже, к сожалению, нет. Я имею в виду в руководстве холдинга. Которые говорили, Володь, ты что? Забираем деньги. Ты чего? Забираем деньги. Хочешь, продаем им вообще? А нет вообще? Давай менять. Какая нам разница? Мы бизнесмены, мы не журналисты. Мы управленцы, мы менеджеры, мы занимаемся бизнесом, а не журналистом. Вот сейчас такая ситуация. Сейчас бизнес ограничен. Давай забираем 300 миллионов. Или давай соглашаемся с изменением редакционной политики, продолжаем работать. Ну, уберем эти куклы, нахрен, кому они нужны, господи. Подумаешь, куклы, какие там рейтинги небольшие. Ну, относительно, да, там всего внутри. Эти куклы, уберем куклу Путина. Ну, будет. А остальных можно. Что правда. Что правда. Там одно из требований было, только куклу Путина убрать и все. А это всех остальных... Волошин говорил, мою куклу сделайте. Я ему сказал, кому-то интересно. Извините. Разговор был такой. Грубоватый, я бы сказал. Брутальный. Вот. Поэтому, на самом деле, я думаю, что это... Сейчас я скажу плохую фразу. Исторически было оправдано. С видением команды, которую мы сейчас называем слово контроль. Контроль за телевидением, да. Который возник в 2000 году сразу. Это было неизбежно. Если бы это не случилось в 2000 году, это случилось в 2001 году. Или во втором году. Или во время... А вы вспомните Норд-Ост трагический. Уже та команда, которая была поставлена и согласована лично с президентом Путиным. Лично с президентом Путиным. Уже та команда попала под прессу. И вот тут я был полный свидетель. Когда Владимир Владимирович, можно сказать, просто рычал. И говорил там, «Йордан, американский гражданин». Кто не знает, Йордан стал генеральным директором НТВ после того, как команда Гусинского была вышвырнута. Поставлен согласие Путина. Чтобы вы понимали. Приведенные им, назначенные им, одобренные им. Именно потому, что он американский гражданин. И вот я говорю, вот это будет свободное телевидение. Он просто рычал и говорил, что вот он американский гражданин. Знаешь, руки у него в крови. Я никогда не защищал Йордан. Но от медиамоста опять был я на этой встрече. Все знали, что там... Ну, президент меня не съест. А если съест, то выплюнет. В общем, один из немногих. Я говорю, вы что говорите, Владимир Владимирович? Говорит, ты видел это? Ты видел? Он прямой эфир, когда мы штурмуем. Я говорю, этого не было. Говорит, как не было? Кто-то донес, что было. Не было, на самом деле. Мы сто раз смотрели уже. Там уже сидел и молчал, и мне поддакивал. И Эрнст, и Добродеев. Не было. И Лесин. Не было. Это было. И все. И ничего сделать нельзя. Вот вам, пожалуйста, история с Нордостом. Там много было этих историй. Хотя уже стояла команда, им, повторяю, Путином одобрено и поставлено. А независимое телевидение в условиях контроля, независимые медиа в условиях понимания философского контроля, они невозможны. Я имею в виду, прежде всего, электоральные. Те, которые влияют на голосование, на выборы. Еще раз. Эхо не влияет. То есть эхо влияет, но оно не решает. Он не может миллионы людей заставить голосовать там за кандидата, я знаю, Сергея Михайловича Миронова, или Григория Алексеевича Явлинского, или Алексея Анатольевича Навального, или Владимира Владимировича Путина. Наша публика, и мы это хорошо знаем, были, извините, те, кто здесь сидит, извините, мы вас изучали. Вы, естественно, знаете, какой основной параметр слушателей эхо Москвы постоянного, политический параметр? Скепсис. Люди сомневающиеся, то есть самостоятельные. Никуда вас не утащить, никуда вас не проагитировать, вы хотите от нас все собрать и принять сами решения. Это основной параметр, это изучали социологи, это даже не я придумал. Ничего не сделаешь с нашей публикой. И я вас уверяю, что Кремль это знает, поэтому, ну что, он все равно никуда на площадь не поведет, ну пусть его до поры до времени не страшно. Вот я думаю, в чем история, а не в клетке с попугаем. Вот в этом, мне кажется, история с эхо Москвы. Я уж не говорю о том, что, ну мы реально знаем, что и я несколько раз попадал, что была история одна смешная, когда президент мне выговаривает, очередной раз, впрочем. Я говорю, ну Владимир Иванович, вам распечатку дали, вы же не слушаете эхо. И тут он стал цитировать рекламу. Я понял, кранты мы попали. Значит, мы в машине, конечно, включили там, да. И я тогда Пескову говорю, Дима, а можешь в машине ему шансон ставить или что-то там такое, более нейтральное. Давно было, а потом мне, значит, Дима говорит, больше никогда. Я говорю, что случилось? Говорит, едем, значит, с работы. Ну и поставил, попробовал шансон. Он послушал минуту и сказал, ты хочешь сказать, что Леша в восемь вечера ставит музыку? Ну-ка верните. Так что лучше не надо, лучше шансон. Мы как-то так, между струйками. Ну понятно, просто это насчет Гусинского я не хочу здесь углубляться, потому что уже много времени прошло к тому, что если уж ты называешь себя независимым телевидением и оппозиционным, то нужно быть здесь святее Папы Римского. Или даже в этом случае, если бы не было этих… Саша, это был бизнес, еще раз, услышь главное. Бизнес можно делать по-разному. Нет, нельзя никакой святой бизнес. То, что Добродеев писал в открытый письм по поводу инверсионной заточки, по поводу изменения позиций по Чечне. Так это же Добродеев и был этой заточкой. Он же и был этой заточкой. Да, он знал, о чем писал. Он знал, о чем писал, совершенно справедливо. Он знал, о чем писал. Когда вы говорите о каком-нибудь Мердеке, например, который владеет 60 лет, уже не владеет 60 лет, а управляет 60 лет своей корпорацией, у этого бизнеса есть информационный интерес. У него есть конфликт интересов. И, кстати, в конце истории, здесь я буду точно поддерживать Гусинского и поддерживаю его позицию, где-то в 1998 году он понял, что нельзя владеть и банком, и предприятием, и телевидением. Он стал распродавать все остальные свои активы, потому что как только он там по телевидению Киселев что-нибудь брякнет, ему звонил там какой-нибудь Дерипаска со словами «Твое телевидение», а мы партнеры там в алюминии. И он начинал делать свою, знаете, чего в 1998 году, чем Плеш проел Гусинский? Мы запустили первый частный спутник. Он сидел весь в этом, в этой информационной технологии, конечно, ему интерес был. И за связь инвест он бился, он же не за алюминий бился, он бился за коммуникационные сети. Используй свой ресурс. Конечно. А чей он должен был использовать ресурс? Твой или мой? В общем. Свой ресурс. И вот это вот он проел мне плеш с этим спутником. Я, честно, ничего не понимал в этом. А еще спутник-то был запущен откуда? Ага, с американской базы. И, кстати, это потом было вставлено нам, товарищами, в 2000 году. Это частный спутник, первый российский частный телекоммуникационный спутник был запущен. Просто про это был разговор. В 1998 год, кризис, зарплата не выплачивается. А мы спутник запускаем. Застрелиться можно было. И в этом смысле это нормально. Я же говорю о том, что конкуренция в телевидении исчезла. Государство взяло под контроль все телевизионные каналы. ВГТРК, НТВ, Первый канал. Есть один владелец теперь, как бы он ни назывался. Есть один владелец, который обслуживает свои интересы. Когда есть разные владельцы, у них разные интересы. И был второй канал, который говорил хорошо о Чеченской первой войне. И был НТВ, который говорил плохо о Чеченской войне. А зрители должны были сделать выбор тогда. А когда все говорит либо хорошо, либо плохо, в этом проблема. Не может быть отдельное медиа объективным. Потому что у медиа есть, а, редакционная политика, и, б, своя аудитория, которая хочет слышать то, что она хочет слышать. Но когда у вас есть разные медиа на площадке, вы можете, переключая, сравнивать. Я вас уверяю, если бы в России была конкуренция в медиа, политическая конкуренция, мы были бы в каком-нибудь Брюсселе, мы были бы банальной средней радиостанцией. Все бы были такие. И об этом. Это наш принцип, да? Вот тот редакционный наш принцип. Но поскольку кругом есть то, что есть, мы, конечно, выглядим гигантами. На фоне этого, не стесняюсь это сказать. Гигантами. Хотя на самом деле все принципы известны, банальны. И они были в 90-е годы. Мы конкурировали в 90-е годы очень серьезно с другими медиа. Даже наше радио. А сейчас, если говорить о радиостанциях, ну, послушайте, это же смешно. В Москве 54 радиостанции. Эхо Москвы вот в марте на пятом месте. Это где же разговорные станции, которые пропустили вперед четыре музыкальные, а все остальные сзади. Где же это бывает? Так не бывает. Если возьмете любой крупный город Западной Европы, то там музыкальные все. И только внизу разговорные. Да? А у нас почему? А вот потому. А с кем конкурировать? В этом проблема. Ну, конечно. Затоптанное поле. Поэтому спасибо товарищу Путину за ваше счастливое детство. Спасибо, Владимир Владимирович. Наш акционер работает на нас. Конечно. А на кого он должен работать? Ну, давайте тогда с Путиным закончим. Последние два вопроса. Последние два вопроса. Нет. Знаете, когда с Поздером мы тоже говорили по поводу этого персонажа. Долго я все время его допытывал. Он говорит, а может лучше о бабах? Да, Алексей? Ну, с вами не будем. Вы ведете. Да. О бабах мы с ним тоже потом поговорили. Вы имеете в виду Валентина Ивановна? Ей завтра 70 лет. Надо ее поздравить. Материенко, да. О! Кстати, Алексей, по поводу Валентины Ивановны. Вот интервью, да, Дудя с господином Киселевым, где Дудя, скорее всего, проиграл. Моя точка зрения. Не знаю, как ваше. Я помню ваше интервью с Валентиной Ивановной на «Эхо Москвы». Оно было практически такое же, как у Дудя с Киселевым, такое же комплементарное, такое же, не жесткое совсем. И вас извиняет только то, что перед вами была, наверное, симпатичная вам женщина, и вы вот как бы поплыли. Я вот так бы оценивал это ваше интервью. Так что с вами тоже случилось то, что с Дудем недавно по поводу Киселева. Ваши оценки – это ваши проблемы, а не мои проблемы. Понимаете? Ну, у вас такая оценка. Ну, хорошо. Посмотрим, какое интервью вы сделаете с Валентиной Ивановной. Ну, наверное, не знаю. Я пооцениваю. Это не мой персонаж. Да. Ну, кстати, да, значит, по поводу Путина давайте закончим. Вот в каком смысле. Плюсы и минусы Владимира Путина. Давайте начнем с минусов. Мы не закончим? Нет, сейчас мы быстро закончим. Начнем с минусов. Мне интересна ваша точка зрения. Я вам помогу. Мне кажется, с моей точки зрения основные минусы. Первое – это я до сих пор не понимаю, когда Путин пришел к власти, кто взорвал дома в Москве и Волгодонске. Вот, кстати, вы, Алексей, вы мастер таких вот теорий, например, по поводу Украины. Вы говорили, например, просто поминутно по поводу того, как сгорели люди в Доме профсоюза в Одессе. И вы, мне кажется, очень точно разобрались во всей этой информации. И вот вашей оценке, вашему анализу можно доверять. Когда был сбит малайзийский самолет MH17, вы довольно быстро, не дождавшись следствия, а следствие, кстати, до сих пор не закончено, уже три года прошло, и Международная комиссия до сих пор не поставила еще своего вердикта. Вы, основываясь, безусловно, опять же, на информации, которую вы получаете из интернета, ну и из общения с разными людьми, из того, что товарищ Гиркин сказал по поводу Птичкопада, из много-многого другого. Вы сказали, что это сбили наши. Причем, как-то очень быстро вы это сделали. Я не знаю, стоило ли так спешить, но это ваша оценка. Вы имеете на нее право, вы, в данном случае, не Международная комиссия, вы журналист. А что касается взрывов домов в Москве и Волгодонске, у вас есть по поводу этого какая-то версия? У вас на радио Юлия Латынина говорит, что нет, это, в общем, террористы и никак не относятся все это к Кремлю, к предвыборной кампании, к ФСБ и так далее. Если говорить о взрывах домов, действительно, я смотрел и в том числе смотрел материалы дела, которые было. Знаете, что поражает? Что является главным вопросом во всех этих расследованиях? Там же среди осужденных, а там же есть очень много даты, очки, секунды, когда приехали, где жили, когда шел дата. То есть это такое следственное дело, следственные материалы. Нет ни одного чеченца. Вот идет чеченская война, да? И можно было бы подумать, что чеченцы приедут и вот это самое сделают. То есть идет карачаевец и ингуш. Совершенно верно. Все подозреваемые, обвиняемые, обвиненные, все из Карачаева-Черкесии и два ингуша. Вообще ни одного чеченца. Значит, вот это главный вопрос, на которого ответа нет. Почему тогда, если мы воюем с чеченцами, мы воевали с чеченцами, Шамиль Басаев пошел в Дагестан, там вот эти командо, командос, да? Оно вообще ни одной связи не прослеживается. Вообще не просто их нет, связи не прослеживается. И вот пока на этот вопрос, откуда эти люди взялись, ну там прослеживаются связи там с иностранными наемниками, это правда, идеологами скоплю то. Пока на этого ответ не будет вопрос, вам никто не скажет, какова была цель. Придумывать ничего не буду. Что знаю? Уже тогда огромная была коррупция, и они за взятки и приобретали взрывчатый материал, и селились в Москве за взятки кому? Ну там, я не знаю, начальнику ЖЭКа. Они это исполнители? Исполнители, безусловно. Но поскольку, повторяю, заказчики непонятны, вот это то же самое, как убийца Немцова. Мы можем догадываться, представлять себе, фантазировать, вычислять, но не знать, кто являлся заказчиком, и был ли заказчик в том смысле, в каком он есть, да, поручение, скажем так, да, и оплата. И мы не видим ни денег, которые проходили, ни одной проводки мы не видим, внешней, да, и не видим людей, которые это организовывали. И вот это то, что наша власть не хочет дальше копать, а может быть копает, а мы не знаем, но прошло уже 20 лет, это просто заставляет задавать вопросы, но ответов нет, я никогда ничего не придумываю. Я всегда действую, когда я увидел документ, или когда я прочитал в открытом источнике, или когда мне сказали люди, которые могли бы знать. Вот по взрывам домов у меня главный вопрос, откуда эта команда взялась, и чего она хотела. Вот чего она хотела. Вот на этот вопрос ответа нет. И этот вопрос будет висеть долго-долго, и лет через 20 к нему вернуться. Вот это я могу вам сказать абсолютно точно. Потому что это вот это слабое место, вот это звено, взялись ниоткуда, люди ниоткуда, взорвали дома. Зачем? Чтобы что? Вот чтобы что, и никто не может ответить, чтобы что. Потому что и так победоносная война, и так это было осенью, а выборы были в марте полгода, поэтому не надо нам рассказать, что это подвыборы. За полгода у общественного мнения меняется очень легко, в принципе легко. Если люди это планировали, то они это планировали не под выборы, а под что-то другое. Может быть они планировали это под атаку Басаева, но тогда почему это так поздно, и почему карачаевцы. Ну и так далее. Это одна из тех загадок, даже судебных загадок, на которых, если серьезно к этому подходить, вот серьезно, юридически, ответа нет. Ответа абсолютно нет. А что касается MH17, простите, я не говорю, что это сбили наши. Я сказал, что это сбили украинские сепаратисты из нашего бука. И нет никаких противоречий этому. До сих пор. И, кстати, то, что Международная комиссия работает и до сих пор не даст ответов, это нормально. Слушайте, российская комиссия по упавшему самолету, нашему самолету, который упал в Сочи с ансамблем Александрова, сколько уже прошло, тоже нет никакого ответа. Я недавно встречался в Министерстве обороны, говорю, ребята, вы чего, вы же говорили уже полтора года назад, что вот сейчас, Шойгу говорил, вот сейчас мы вам все расскажем. Ну, если пилот виноват. Ну, пилот виноват. Ну, так и скажите, что пилот виноват. Да? Просто люди должны знать, машина виновата, пилот виноват. Что случилось-то? Кто-то ответит, никто не ответит. Бывают такие, знаете, несчастные случаи, извините мне за цинизм. Да-да-да, сейчас мы вот сейчас, вот-вот мы сейчас, и где? И, конечно, вызывает подозрение. А что, собственно говоря, там случилось-то на самом деле? Просто, Алексей, когда расследует российская комиссия, мы понимаем, что здесь могут быть какие-то политические мотивы, по которым нам ничего не говорят. Здесь международная комиссия независимая, где участвуют Голландия, Бельгия, ну, правда, еще и Украина, да, и Австралия, но почему-то вот три года и молчание. Потому что событие случилось на территории, на которые идут боевые действия, в первую очередь. И туда международные следователи попадают с большим ограничением. Это же очевидно. Абсолютно. Там то их пускают, то их не пускают, не дают допрашивать людей. Ну, вот так ведется. Им же потом с этим в суд идти. Посмотрите на расследование Мюллера, собственно, чего мы ожидали. Ведь Мюллер понимал, что ему с этим потом идти по судам. Поэтому каждая его позиция должна быть доказана. Так же, как по MH17. Там не могут быть представления. Путин дал команду, Порошенко дал команду, Елизавета II дала команду. Этот суд не понесешь западный. Значит, все должно быть материально. Кусок железа, кусок переговоров, прослушка, свидетельские показания, заверенные подписями. Да? Вот что надо. Это все надо собирать. И все это собирается и когда-нибудь соберется. Понятно. Значит, еще по поводу Путина и минусов. Безусловно, это массовая коррупция высших, средних и нижних эшелонах власти. И не только власти. По некоторым подсчетам, при Путине коррупция выросла по сравнению со временем Гельцина в два, то и в три раза. А считают в чем, в суммах, в деньгах? Наверное. Я не знаю, как Сатаров считает и не только Сатаров. Я не знаю, как Сатаров считает. Ну, вот такие цифры есть. Вы, наверное, их тоже знаете. Вот. И третье – это Украина. Мне кажется, здесь Вадимир Путин на страшном суде не отмолиться от того, что произошло. Это вот моя оценка минусов Путина. Может, Ваша совпадает? Или есть еще что добавить? Нет. Ну, вообще рано подводить итоги. Вот я там две недели тому назад обедал с Михаилом Сергеевичем. Мы обсуждали его итоги. Я говорю, подождите, президент, вы еще не умерли. Чтобы я итоги начал с вами подводить. Вот помрете? У нас такой разговор идет. Тогда поговорим. Потому что, на самом деле, неизвестно, что еще вскроется в документах. Неизвестно, что еще близкие расскажут. Вообще, подводить итоги исторического деятеля. Знаете, там, одно дело – подводить итоги Наполеоновской империи, когда он вторгается в Россию, а другое дело – в 21-м году, когда он умер. Там он на пике славы, а потом бабах и все. Кто знает, что там будет у Владимира Владимировича года через 5-6 лет. Поэтому, итогов нет. Но, я говорю, главная претензия у меня к нему была. Я ее повторяю. Это как раз то, что касается конкуренции. Потому что это тормозит страну. И вот чего у него в учебниках останется, если бы он сегодня подал в отставку? Ну, Крым. Ну, Крым. Потому что в учебниках не пишется «Россия встала с колен», где те колени. Остры они или круглые, не пойми чего. Ну, правда. А вот Крым, да, он останется. И он меня спросил, как ты думаешь, с плюсом или с минусом? Я говорю, в школьных учебниках? Не знаю. Это зависит от того, кто их писать будет. Вот. То есть, на самом деле, что тут подводить? Ну, главное, конечно, это то, что вот этот путь, то, что он не видит его команда, что мы в другом веке, что мы в другой истории. Ну, вот я вам приведу тоже еще одного разговора. Он, там, очень часто, там, говорит о суверенитете. Я говорю, послушайте, я говорю, а кто вообще наши союзники? Владимир Владимирович, какие ее, давайте посчитаем от общих врагов, говорю я ему. Вот, давайте, наши главные угрозы для России, ну, территориальные, потому что, там, не будем говорить про эпидемии и киберпреступность. Территориальные, я говорю, понятно, южный терроризм, китайский экспансионизм, да? Два такие, две такие угрозы. Окей, хорошо. А теперь посмотрим, кто, у кого еще такие, такие же враги. Западная Европа и США. Я говорю, ну, вот, тема для разговора. Ну, нет, у нас главный враг НАТО. Я говорю, ну, понятно, у нас НАТО страшнее, чем ИГИЛ. Я понял, ну, хорошо, пусть так. Ну, так человек видит, да? И вот это его видение, на мой взгляд, оно ошибочное. Я говорю ему, говорю вам. Ну, чего, ну, вот, можно сказать, что это претензия? Ну, наверное, можно сказать, что это претензия. Но главная претензия, это вот это видение 20-го века, да, когда вот действительно НАТО было там главным соперником, в том числе и военным, и экономическим, и идеологическим Советского Союза. Сто процентов, если бы мы говорили в 1980-м году, я бы с ним согласился. А в 2019-м году я не согласен с этим, как гражданин своей страны. Ну, вот вся история. Просто один из любимых аргументов Путина. А вот у них, в том смысле, что для Запада России такой же враг, если не больше, чем ИГИЛ. Вот он скажет, смотрите, поэтому мы, так сказать, тоже считаем НАТО своим врагом. То есть это такая обратка в этом смысле, да? Ну, вы знаете, до Украины, когда все же переговоры шли с Западом, с Обамой, с Евросоюзом, все говорили как раз о двух врагах. Это южный терроризм, О, ИГИЛ, хорошо. ИГИЛ и китайский экспансионизм. И не было никаких разговоров, что Россия враг. Ну, не было до 2014-го года таких разговоров. Это все представления и придумки там отдельных людей, которые умеют читать через сейфы, видимо. Парапсихологов. Ну да. Я хочу вот эту историю очень важно сказать. Вот помните, была история о том, что, значит, это правда. Я специально посмотрел источники того времени. И это правда, что когда Мадлен Олбрайт, госсекретарь, якобы думала о том, что надо отнять у России Сибирь, это правда было доложено президенту Ельцину. И, значит, доложено было спецотделом под командованием генерала Рогозина, не путать с Дмитрием Рогозиным, Григорием Рогозиным. Его парапсихологи считали ее мысли. Внимание, это в доклад президенту. Но как считали? Через фотографию. Да, да. Я думал, что, может, действительно подошли что-то. Где-нибудь так. Ну, наверное, вдруг есть. Я же не знаю. Вдруг есть такие люди, которые... Ну, ничего. Может такое быть. А потом, когда ты начинаешь смотреть тексты, потом... Они взяли ее фотографию в российской газете и почитали ее эту мысль. И так написали президенту доклад. Ну, это вот это что? Что-то не везет нам с Рогозинами, да, Алексей? Ну, почему? Забавно. Да. Ну, я просто здесь добавлю, что ИГИЛ – это запрещенная индивидуальной Российской Федерации организация. Мы не члены ИГИЛа, наверное. Да, для Роскомнадзора всего лишь. Да. Ну, по поводу положительных качеств Путина, вот я бы тоже... Вот мое мнение. Помните, по-моему, в 1990 году в «Независимой газете» была статья Андроника... Сколько вы помните? Да. 90-й год. Да, 90-й год. Давно живу. Не так давно, как вы, Алексей. Тем не менее. Статья Андроника Миграняна по поводу того, что путь в Советском Союзе и потом в России от тоталитаризма к демократии должен проходить через авторитаризм. Была такая статья. Вы, наверное, все-таки помните, да? Нет, конечно. Отлично. Я еще Миграняна буду помнить. С трудом помню, кто это. С тех пор он поменялся очень сильно, да, уехал в Америку и там с ним что-то произошло. Но это, ладно, это другое. Вот мне кажется, как раз Путин и является вот таким переходным периодом очень важным. То есть мне кажется, что он появился в 1999 году, как бы к нему не относиться, и все эти минусы, о которых мы говорили, они имеют место быть, в нужное время и в нужном месте. Это как бы вот с одной стороны. То есть такой человек с советскими мозгами, о которых вы тоже говорили, но при этом с какими-то оптимистами работал Собчака, то есть из бизнеса, с какими-то умением понимать, что такое бизнес. Правда, иногда и для своего кармана, очевидно. Если я не оскорбил в связи с новыми законами Путина, прошу прощения. Похвалил. Да. А второе, мне кажется, что он понимает русский народ или российский народ, Путин, да, без всякого даже телевизора, хотя телевизор ему в помощь, гораздо лучше, чем все либералы вместе взятые. Это мне тоже так кажется. Что вы скажете? Нормально. Я должен вас комментировать или свою точку зрения? А что я делать должен? А, ну хорошо. Значит, ну первое, я с вами согласен, что безусловно логика, ну как историк бывший могу сказать, или вернее как учитель истории, историка никогда не было исторического развития, после революции наступает время контрреволюции. И должны были появляться душители революции, душители тех идеалов, которые возникают в ходе революции. Это можно представить на примерах английской революции, французской революции, чего угодно, и нашей российской революции. То есть это реванш некий. Должен был возникнуть человек, я вам скажу, интересно мне рассказывали, как искали преемника Бориса Николаевича. Значит, был и есть такой фонд общественного мнения, Ослона. Они нарисовали такой социологический портрет президента, который может победить Примакова-Лужкова. Им нужно было найти. Они нарисовали набор качеств. Там было порядка 19 позиций. Из верхних позиций были, что он должен быть, значит, русский, много моложе, военный, спортивный. Я просто даже помню эту бумажку, там, мало пьющий, не не пьющий, мало пьющий. Но когда надо, может выпить. Это тоже было. И вот, значит, был некий набор качеств, и начиная там с момента прихода Примакова премьер-министром, то есть с 98-го года осени, они начали... Администрация президента начала искать. Первым был генерал Бордюжа. Такой был глава администрации. Его туда применяли. Применили, не договорились. Дальше применили генерала Николаева, который был начальником погранслужбы в то время уже в отставке. Не подошел по каким-то... Не важно почему. Потом стали применять, значит, Аксененко железнодорожного генерала, Степашина Сергея Вадимовича. Было еще три человека, которые никуда не назначили. И, значит, вот методом подбора возник Владимир Владимирович с общей историей. То есть то, что его одного вели, это неправда совсем. Это уже фэнтези. Но при этом, да, действительно искали определенного человека, еще раз повторяю, вот с таким набором качеств. Это раз. Вторая история заключается в том, что, значит, после революции обязательно приходят термидорианцы, да, потом приходит какой-нибудь полувоенный или военный диктатор, там Кромвель Наполеон. Потом происходит реставрация Лайт, там какой-нибудь Карл II, Людовик XVIII. Потом начинается ультрарадикальный вариант. Приходит Карл X там, Яков II там. А потом происходит новая буржуазная революция, уже Лайт опять, да. Там в Англии, соответственно, такая. А здесь славная революция, а здесь июльская. То есть есть некие закономерности, вот когда потрясение реформы резко изменяется, я не скажу, ухудшается. Изменяется ситуация людей. Они недовольны. Они хотят, многие особенно пожилые, вернуться в старое, забыв все плохое, оставив все хорошее. Да, это нормальное появление. И в этом смысле Владимир Владимирович Путин очень хорошо отражал сначала, ну, условно говоря, вот эту термидарианскую буржуазию, которая на волне революции всплыла, в которых революция вот эти полковники и там мелкие бюрократы их выбросила вверх. Ну, а затем перешел так же, как там переходили, вот в эту реставрацию, реконструкцию, реставрацию. Первый шаг был гимн, как вы помните, да. Это просто такой знак, в общем, ну, вот реставрация. Поэтому это логично. Его политика по сравнению с реформами, там, 90-х годов, горбачевских, простите, 80-х и 90-х годов, она реставрационная. Усиление, ну, естественно, на новом этапе. Усиление роли государства, усиление контроля государства за всеми сферами жизни. Она, конечно, не является повторением, там, 85-го года, но это реставрационный подход. Вот. И в этом смысле, Александр, вы абсолютно правы, который говорит о том, что это историческая качель. Она, качель, пронеслась. И был момент стабилизации, и были успокаивающие реформы, и восстановлена армия, но это, правда, уже позже, это сердюковские реформы, на самом деле, конечно, при всей коррупции, о которой речь идет. И заложена там идея, не идея, а кусок частной собственности в виде земельных участков, квартир и так далее. При этом все это уходит, на мой взгляд, в ультрараллистскую историю, сейчас такую радикальную историю, мракобесную, если хотите. И по отношению к собственности, смотри Собянина с киосками, это элемент же общей системы. И по отношению к культуре, когда возникло суперидеологическое ведомство, которое определяет там чего, я уж не говорю про телевидение. Это такая вещь, которую это проходили, смотрите там правление. Какой-то Николай Первый получился. Да, Николай, нет, не Николай Первый. Это очень интересная история тоже, поскольку занимаюсь историческим журналом, и все время, все время, значит, подлезаю к Путину, дайте интервью для дилетанта, не буду я вас спрашивать там про что-нибудь другое, про Навального, да, расскажите мне лучше про Петра Первого. У него очень интересное, у него очень интересное видение. Понятно, что для нас людей поколения, вот мы одинаково с ним поколение, младше всего на два года его, или на три, а это школьные учебники, это мифологические люди. Что Петр Первый мифологический, ненастоящий, что Николай Первый мифологический, что Александр Третий мифологический. Вот у него это прошло, если там года три там у нас, назад, когда я его спросил, те, кто слушает радио, в коридоре где-то там, ну там, ваш любимый царь, детский вопрос, да, он говорит, ты небось думаешь, что Петр Первый? А я уже Ивана Грозного приготовил, но это было после Крыма уже, это уже после Донбасса. Он говорит, нет, говорит, Екатерина Вторая. Я говорю, Владимир Владимирович, а чего же Екатерина Вторая-то? Ну я думаю, сейчас я его на интервью разведу, договорюсь, сделаем хорошее интервью про матушку и батюшку. А он говорит, а кровища меньше, дело больше. О, это цитата, чтобы я понял, цитата. Значит, проходит какое-то время, и вдруг, значит, выныривает это Александр Третий, тоже абсолютно мифологический, когда он там памятник открывал, совершенно вот с полным представлением вот от того, что я понимаю, что ничего он по Александру Третьему такого серьезного не читал. Это вот памятники, там при нем не было войны, зато то-сё, пятое-десятое. И, кстати, между прочим, на памятнике тысячелетия России, что в Великом Новгороде, там же, знаете, за что там Екатерина Вторая-то? За Крым, там она изображена, там коленно преклоненный Потемкин, и она лавровый венок ему, это за Крым. И он это знает, он это знает, эта история там связана. Поэтому, ну, конечно, если судить по мемуарам, то наше время, конечно, напоминает Николая Павловича, как неудобо забываемый государь, как писали декабристы в Сибири. Наш неудобо забываемый. Да, порядок, орден, формальная логика, все должны быть в мундирах, табель о рангах, ну и так далее. Похоже, похоже. Но при этом общая политика – это Александра Третьего. Вот общая политика. Это у него сейчас так. Но это все сравнения, они, естественно, такие придуманы, тоже фэнтезийные, на самом деле. Да, после Александра Третьего приходит вдруг Николай Второй, и страна как-то распадается. Ну это да, так и бывает. Ну да, после Брежнева приходит Горбачев, против Сталина приходит Хрущев. Мы это все знаем. Да. Дамы и господа, у меня еще много вопросов к Алексею, но я хочу вас и себя в этом смысле пощадить. Давайте немножко передохнем. Второе отделение будет, вы уже будете задавать вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok